Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут о хороших новостях и не очень. В Крае начались досрочные выборы депутатов ВКЗС и глав сельских поселений. Предвыборную кампанию уже назвали бесконфликтной. Рак губы, ротовой полости, носоглотки – то, о чем вы можете даже не догадываться. Просто болит давно, не заживает. Потом не заживает, не заживает все. Это проходит, опять начинает. Рассказываем, где пройти осмотр на рак головы и шеи. И еще дороже. Во всем Крае вслед за Барнаулом подняли плату за детские сады. 8 сентября жители Края будут выбирать депутатов Краевого Заксобрания, органов местного самоуправления и глав сельских поселений. Основные выборы пройдут в районах Края. К примеру, в Барнауле состоятся дополнительные, так как один из депутатов досрочно прекратил свои полномочия. Голосовать будут жители железнодорожного района на 12 избирательных участках. Ирина Акимова, представитель избирательной комиссии Края, уже назвала эту кампанию бесконфликтной. Она надеется, что также пройдет и единый день выборов. Надежность их должны обеспечить в том числе и новые технологии. В этом году комплексы обработки избирательных бюллетеней работают с новым программным обеспечением, который позволяет одновременно использовать и технологию QR-кодирования, соответственно, обеспечение дополнительной защиты каждому протоколу участковой избирательной комиссии и позволяющий еще более ускоренный ввод протоколов с комплексом обработки избирательных бюллетеней осуществлять в систему ГАЗ-выбор. Кроме того, в этом году впервые можно подать электронное заявление о голосовании на дому, а не идти на участок, как это было раньше. Как правило, это касается пенсионеров, инвалидов и тех, кто по состоянию здоровья не может лично опустить бюллетень. Для людей с ограничением зрения специально оборудуют 47 участков. А в целом, по словам Акимовой, этой осенью на выборы придет много молодежи, четверть от всех избирателей. Заместитель губернатора Денис Губин подчеркнул, выборы максимально открыты и призвал журналистов и жителей края быть объективными в этот день. Вы понимаете, в какую пору зашел мир, неистового хайпа, фейков и прочих историй. Так вот, хотелось бы, чтобы мы меньше использовали и тратили время на то, чтобы искать черную кошку в темной комнате. Вслед за Барнаулом стоимость пребывания в детских садах повысили и во всех районах края. Приказ Министерства образования датирован 4 сентября. Теперь плата за садик будет единой и составит 2000 рублей в месяц. Напомним, неделю назад специалисты Комитета по образованию Барнаула объяснили повышение стоимости необходимостью закупки качественных продуктов для питания детей. Якобы на данный момент детские сады не всегда приобретают то, что хочется. Фактическая стоимость пребывания ребенка в дошкольном учреждении составляет чуть больше 8000 рублей в месяц и даже 2000, которые теперь придется платить родителям. Это лишь 25% от общих затрат. Жители края бесплатно проверят на наличие опухолей. В сентябре любой желающий может прийти на бесплатный осмотр в онкодиспансер. На этот раз врачи будут проверять полость рта и носа. Именно на таких осмотрах удается на ранней стадии выявить онкологию. Почему не стоит закрывать глаза, если у вас обветрились губы или во рту появилась болячка? Расскажем прямо сейчас. Полгода назад у Николая Берестейникова на губе вылезла болячка. Сначала он подумал, что просто обветрились губы, но жгучая боль заставила пойти к врачу. Диагноз – рак губы первой степени. В краевом онкодиспансере ему проводят лучевую терапию. Обошлось без операции. И такие первые звоночки многие пациенты часто воспринимают как обычное воспаление. А ведь от ранней диагностики во многом зависит успех лечения. Опухоль наружной локализации, а это лорорганы, полость рта, щитовидка, могут вовремя выявить даже стоматологи или лор-врачи. Вообще патология довольно нередкая. Грубо говоря, 100 человек болеют раком нижней губы, выявляются вновь в Алтайском крае. 100 человек с локачным образованием полости рта, в том числе языка. Где-то 100-150 человек рак гортани. В прошлом году у 150 жителей края выявили рак полости рта. Половина из них попали в руки онкологов уже на третьей и четвертой стадии. Чтобы как можно раньше выявить рак головы и шеи, врачи краевого онкодиспансера устраивают бесплатные осмотры. Специалисты проверяют слизистые полости рта. И этого достаточно, чтобы выявить проблему и отправить пациента по необходимости на биопсию. Если в полости рта появились болезненные ощущения, локальные, или язвочка, или наоборот образование, и все это в течение двух недель не проходит, то можно смело приходить. Кстати, если у вас болит голова, это не повод, чтобы приходить на осмотр. Причиной может быть мигрень или гипертония. Точную дату бесплатного осмотра можно посмотреть на сайте краевого онкодиспансера в конце следующей недели. А Николай Берестенникова уже через месяц должны отпустить домой. Он уже и сейчас чувствует себя хорошо, только жалеет, что придется встретить день рождения в стенах онкоцентра. 17 сентября ему исполнится 80 лет. В Барнауле открылась выставка художницы, у которой нет кистей рук. Речь идет о 12-летней Али Кощеевой. Талантливая девочка уже многим знакома. Как вы видите, Али нравятся яркие краски. Она использует акварель, восковые мелки, гуашь. На картинах в основном изображены животные, растения и пейзажи. Увидеть работы в необычной художнице, а их 50, можно в Государственном художественном музее. Кстати, для девочки это уже 12-я выставка. На этот раз она приурочена ко дню рождения Аллы. Среди картин есть как новые, так и те, которые девочка написала, будучи совсем маленькой. Посмотреть и вдохновиться ее работами можно будет с 5 по 22 сентября. А моя коллега Полина Жданова познакомилась с Аллой. Оказывается, девочка учится в обычной школе. И в этом году она пошла в 6 класс. Ну, сейчас закрепляешь, да, еще один стежок сделаешь и все. Уроки технологии, русский язык, литература, физкультура, любимые предметы шестиклассницы Аллы. Ей нравится все, что связано с творчеством и фантазией. Несмотря на то, что девочка родилась без кистей рук, это не мешает ей учиться в обычной школе. Занимается она хорошо. Значит, ребенок очень трудолюбивый. У нее много фантазии. Это творческая личность. Она любит рисовать, любит заниматься на уроках технологии. Ну, немножко помогаем ей. А в основном она справляется сама. Своё трудолюбие Алла подтверждает многочисленными выставками картин. В этом году открылось уже 12-е. Рисует и ногами, и руками. Вдохновение, как правило, приходит в процессе творчества. Я, когда рисую, всегда не знаю, что получится. Иногда бывают какие-то животные. Иногда бывают какие-то другие иностранные звери. Но иногда бывают люди. Цвета только яркие, потому что Алла считает, что грустить и унывать – это неинтересно. Благодаря своему творчеству она стала первым ребенком-обладателем Международной премии «Филантроп». Её вручают людям с ограниченными возможностями здоровья. Но для самой девочки такие призы не главное. Своим творчеством 12-летняя художница хочет мотивировать людей делать добрые дела и совершать хорошие поступки. Если человеку грустно, он может посмотреть на мою картину и как-то у него настроение поднимется, он тоже будет делать что-нибудь такое хорошее. Я хочу людям сказать своей выставкой, что то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно это продолжать и развивать. Алла мечтает стать писателем и помимо картин радовать людей еще и волшебными, добрыми сказками. Она считает, что в этой жизни нет ничего невозможного и всеми силами хочет доказать это миру. Полина Жданова, Николай Шелко. День с толком. Чтобы разжечь олимпийский дух. В следующем году на Алтае пройдет международный олимпийский фестиваль «Золотая Катунь». В большом мероприятии примут участие олимпийские чемпионы из разных уголков страны. Накануне в Барнов приехали легенды отечественного спорта, которые рассказали, почему предстоящее мероприятие можно назвать грандиозным. В конференц-зале Грибного канала почетные гости, прославленные олимпийские чемпионы по фехтованию, баскетболу, волейболу, греко-римской борьбе. На протяжении нескольких дней они проводили мастер-классы для юных спортсменов, а также занимались подготовкой к фестивалю «Золотая Катунь», который пройдет уже в следующем году в алтайском селе Бачкари. Самое главное, что мы хотим, чтобы сделать хороший наградной фонд с очень большими номинациями. И не просто за спортивные, но и детей простимулировать, чтобы они как-то все-таки внутри их зажить вот этот вот олимпийский огонь, что все возможно. Уже известно, что соревноваться спортсмены будут по десяти видам спорта, которые входят в олимпийскую программу, каким именно, пока еще решается. Бороться за звание лучшего предстоит олимпийцам старшего поколения из Сингапура, Японии, Монголии, Кореи, Белоруссии, Казахстана и России. Ожидается, что «Золотая Катунь» позволит привлечь в регион гранты на развитие спортиндустрии и повысить интерес к детско-юношескому спорту. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!